Мендут Халимгут. Только что посмотрел телевизор, узнал прогноз погоды. И то, что все у нас будет хорошо. Только в телеке никогда не расскажут о том, как Трапезников провалил национальные проекты. Давайте по порядку. Что должен делать наемник, работающий на испытательном сроке? Правильно. Пускать пыль в глаза. К сожалению, население России сотни лет живет рабским мировоззрением. Для людей старшего поколения личная встреча с чиновником словно встреча с господином. Политический режим настолько загнобил народ, что люди забыли, как должны работать чиновники. Но новое поколение такими дешевыми приемами вам не подкупить. Почему, например, врачи, учителя и пожарные не понтуются фотографиями, где они выполняют свою работу? Почему мы не благодарим их каждый раз, когда они делают свою работу? Да потому что это нормально, когда человек работает как положено. Господин Трапезников такой же бюджетный работник. И его зарплата формируется за счет налогов населения. Самое обидное, что если учитель или врач сделал ошибку, то народ готов на них жаловаться и стоять до последнего вплоть до увольнения. А к чиновникам все еще относятся как к божеству, снизошедшему с небес. Поймите, так он и должен работать. Причем всегда. Посмотрите, как он старается, лично выезжает на каждое обращение граждан. Прорвало трубу, трапезников и фотокамера уже на месте. Ведь с такой сложной задачей сможет справиться только человек с четырьмя дипломами. Дорогие элистинцы, пользуйтесь моментом. Он, как миленький, будет исполнять ваши хотелки, пока окончательно не вступит в должность. Эти милые, добрые глаза и взгляд из-под лобья. Кто бы мог подумать, оказывается, так выглядит человек, который спешит на помощь. Чем еще можно заняться? Посадить дерево и убрать мусор. Главное, не забыть все это сфоткать и выложить в интернет. Иначе зачем вообще выходить на субботник? Правильно, для показухи. Другим стандартным приемом чиновников являются красивые обещания. А что можно пообещать жителям маленького города? 25-этажные новостройки. Все же мечтают жить, как в Москве. Поэтому надо подарить эту красивую мечту. Автобусные остановки с Wi-Fi это вообще гениально. Заживем, как в Петербурге. Пока будем ждать автобусы, которых нет, будем стоять на остановках стоимостью в полмиллиона рублей. А главное, есть интернет и подзарядка, чтобы читать в новостях о том, что все хорошо, и смотреть фотографии Трапезникова с товарищем кикбоксером. Таких остановок даже нет в соседних городах-миллионниках. В Казани такую остановку растащили по частям. Согласно легенде, Трапезников находился в Элисте два месяца. И думал, как улучшить наш город. Как видим, на больше его фантазии не хватило. Зато он умеет раздавать указания и прекрасно разбирается в строительстве. При просмотре одного из объектов, он предложил подрядчику работать в две смены. Ночью и днем. Интересно, как же они сами не додумались? Инновационный и нестандартный подход к делу. Гениально и просто. Как же нам повезло, что мы смогли заполучить такого антикризисного менеджера. Почему-то так сложилось, что если рабочие починили трубу, вывезли мусор, то начальник молодец. А если образовался косяк, то виноваты все кроме него. Поэтому сейчас шутки в сторону, и будем говорить о серьезных проблемах. Вам когда-нибудь было интересно? На что мэрии расходуют бюджетные деньги? Вы можете это узнать в любое время, так как эта информация есть в открытом доступе. Сейчас я покажу, где ее можно изучить. Заходим на сайт закупки.gov.ru. Единая информационная система в сфере закупок. Раздел контракты и договоры. Нажимаем на реестр контрактов. В данном поле пишем «Администрация и листы» и нажимаем «Поиск». Получаем все текущие и завершенные контракты. Слева указана их цена. Чтобы подробнее изучить контракт, нужно кликнуть вот сюда. Информация о контракте. Предмет. Обустройство общественной территории, аллея у дома правительства. Цена контракта – 10 179 753 рубля. Дата начала – 19 августа. Дата окончания – 30 ноября 2019 года. Подрядчик – Интерстрой, Республика Калмыкия. Также для просмотра доступны документы, содержание заключенного контракта. В контракте можно прочитать все условия выполнения работ. Оплаты и ответственность сторон. Аллея правительства. Этап номер 1. Окончание выполнения работ – до 30 ноября этого года. В концовке контракта имеется приложение с техническим заданием с указанием всех работ и материалов. Например, тюльпаны. 370 штук. Тюльпаны белые и розовые. 150 штук. Можете посчитать их количество после 30 ноября. Компания Интерстрой является подрядчиком второго контракта аллеи правительства. Этап номер 2. Стоимостью около 7 миллионов. Его дата окончания тоже 30 ноября. Светильники – 20 штук. Двухметровые скамейки – 13 штук. Урны – 14 штук. Три космические круглые скамейки, 4 статуи буддийские львы. Где это все? Забавно, что сайт администрации пытался сработать как положено, делая фотоотчеты с объекта. Но, как видим, после 18 ноября через дорогу они больше не переходили. В концовке контрактов обязательно указан график выполнения работ. Например, электроосвещение и архитектурные формы должны были быть готовы 26 ноября. Строительные работы должны были быть завершены 25 ноября. Озеленение – 31 октября. А с 25 по 30 ноября должна была произойти сдача работ заказчику, администрации города и листы. Следующий объект находится на 7 микрорайоне. Две недели назад мэрия уверенно заявляла, что совсем скоро парк будет открыт для горожан. В эти дни, имеется в виду две недели назад, ведутся заключительные работы. Парк украсят пушкинские фонари, световые инсталляции. Трапезников во время проверки как всегда что-то предлагает. Обещают завершить работы 30 ноября. Следующая новость, которая была неделю назад. Совсем немного времени остается до открытия парка Победы. Немного – это сколько? Согласно контракту, все работы должны были быть завершены 30 ноября. А вот так парк выглядел 2 декабря. Работы все еще идут и не скоро закончатся. Пушкинские фонари без ламп, нет лавочек и урн. Нет арки на входе, нет световых звезд и других объектов, не везде положили плитку. Джангаев и Трапезников придумали ДОП-соглашение и всеми силами пытаются прикрыть проваленные сроки сдачи НАСПроекта. Друзья, как мы видим, Трапезников не уделил достойного внимания двум важнейшим объектам города. Сроки сорваны по причине слабого контроля за подрядчиками. Вместо того, чтобы поручить ремонтировать трубы жилых домов своим подчиненным, Трапезников лично ездит на все мелкие происшествия. Это либо показатель слабого менеджмента, либо скорее всего обычная показуха. Согласно закону, заказчик обязан выставить пенни подрядчику за каждый день просрочки по сроку. Если этого не произойдет и публично не будет опубликован данный факт, то можно смело утверждать, что администрация в лице Трапезникова в тесных отношениях с подрядчиками и закроет глаза на все недочеты в момент приема работ. Поэтому для того, чтобы такой халатности или коррупции не происходило, нужен гражданский контроль. Обращаюсь к жителям Элисты. Изучите досконально оба контракта, план объекта и как все сделано на самом деле. Не забывайте, что подрядчики дают гарантийные сроки на все объекты. И при обнаружении недочетов фиксируйте на фото и выкладывайте в сеть, а в концовке ролика я расскажу, почему сейчас это работает. Чуть ранее я вам показал, как можно изучать госконтракты. Поэтому жители улиц, на которых был произведен ремонт дорог, обязательно найдите контракт и техническую спецификацию по вашей улице. Возможно уже сейчас есть большие недочеты. Отсутствие фонаря, тротуара, бордюра или разметки. Изучая некоторые документы, я наткнулся на интересный факт. По всем объектам в момент аукциона, был прописан один общий срок завершения работ. 31 октября. Но после лета в городской власти произошли некие изменения. Джангаев Батр Николаевич, новый начальник управления городского хозяйства, а по совместительству родной брат, самого веселого депутата городского собрания. Поверь мне, брат, невозможно это все делать просто так. Это деньги, это время, понимаешь? Джангаев, используя отмазку в виде пункта 7, со всеми подрядчиками подписал допсоглашение, по которому срок сдачи работ сдвинули на месяц. До 30 ноября. Подрядчики, не успевающие по срокам, должны были оплатить пене нашему городу. А в случае ненадлежащего выполнения работ должны были оплачивать штраф, в процентном отношении к сумме контракта. Зачем это нужно, если можно договориться с залетным менеджером? Я ни на что не намекаю, но вся эта история выглядит крайне подозрительно. Самое смешное, что с учетом нарисованной форы на месяц, на некоторых объектах все еще ведутся работы. Не доделаны тротуары, фонари и разметка, съезды и заезды для автобусов. Улицу Осипенко без стеснения обещают доделать только к 8 декабря. Администрация города обязана выставить пене подрядчику за провалы по срокам. Ждем официальных данных, что компания Агронива оплатит пене в пользу нашего города. Это вам не административки выписывать ветеранам за молебен. Государство выделило огромные деньги на развитие региона, поэтому жители республики не оставят вам возможности воровать или работать халатно. Вы может и не поверите, но национальные проекты сейчас под огромным наблюдением правительства России. Все началось с майского указа Владимира Путина в 2018 году. Одними из главных приоритетных направлений указа являются национальные программы, жилье и комфортная среда, а также безопасные и качественные дороги. Как раз в рамках этих двух программ нашей были выделены средства. Правительству страны поставлена задача равномерно развивать регионы. Субъекты, которые успешно смогут реализовать данные программы, в будущем будут получать еще больше поддержки. Контроль правительства за исполнением майского указа очень высокий, поэтому любые жалобы и обращения работают как никогда. Согласно данным Минтранса, наша республика на особом флажке и заслужила отдельные инспекции. Согласно указаниям, все регионы обязаны на регулярной основе публично освещать о ходе работ. Для этого в сети созданы страницы, где публикуются фотографии с объектов, и за этим всем наблюдают из центра. Поэтому жители наших районов также должны оказывать гражданский контроль. Многие дороги построены и отремонтированы в рамках национального проекта. Существует официальный сайт программы «Безопасные и качественные дороги». Здесь любой гражданин может оставить отзыв, рассказав о том, как выполняется наш проект. Поэтому если вы на своей улице обнаружите недочет, заметите факт халатности подрядчика, несоответствие условиям контракта, фотографируйте и отправляйте. Хочу отметить, что на верхний слой дорожного покрытия, дается пятилетняя гарантия. В случае порчи асфальта, фотографируйте и отправляйте. Все ссылки я оставлю в описании под видео. В случае обнаружения нарушений, на объектах программы «Жилье и комфортная среда» или других НАСС-программ, можно обратиться в общественную организацию «Майский указ». Они занимаются гражданским контролем реализации данного указа. Публично пишут обращения и запросы чиновникам любых уровней, и придают эти документы общественной огласке. Ссылку также оставлю в описании. Проектное управление – интересный метод, если его правильно реализовывать. Но с такими менеджерами исполнение указа идет, мягко говоря, плохо. Пока один снимает кино, как обучается проектному управлению, второй оттягивает сроки на месяц и все равно не успевает. Согласно легенде, они оба успешно выполняли какие-то государственные задачи. Но прямо сейчас не справляются с одной из основных задач государства. Зато один из них, вместо подчиненных лично меняет жильцам трубы и убирает мусор. А другой, все свое внимание уделяет продвижению Инстаграма. Все, кто посмотрел это видео, передайте своим близким, что строительство парков, школ и дорог, установка освещения. Все это было запланировано до команды Хасикова. Поймите, это не их заслуги. Правительство России выделяет эти средства для нас с вами. Это бы произошло в любом случае, так как подписан майский указ. И не важно, кто сейчас во главе города или региона, эти деньги все равно бы пришли. Наши текущие управленцы могут либо все это просрать или сделать более-менее нормально. К сожалению, более-менее нормально у антикризисных менеджеров не получается. О задержках по срокам выполнения работ прекрасно знают в Москве. Для республиканской власти, страшнее этого могут быть только неосвоенные средства. То есть, если до конца текущего года они не будут потрачены. Аллея правительства, Парк Победы. Осипенко и Ченкушева. С учетом ухудшения погодных условий, они в лучшем случае будут готовы к середине декабря. Администрация может оказаться в ситуации, когда будет принимать работы, закрывая глаза на явные недочеты. Лишь бы освоить деньги и выплатить до конца 2019 года. Хуже всего, если подрядчики по старой схеме дадут откат за принятие халатной работы. Если мы хотим развития нашего города и республики, то не можем закрывать глаза на эту ситуацию. Дорогие элистинцы. Нам с вами по этим дорогам ездить, нам с вами в этом городе жить. Нам нужно перестать надеяться на то, что кто-то придет и все наладит. Чиновники будут нормально работать только под объективом и общественным давлением. Молчание и бездействие, узкий кругозор и наивность, только лишь создают условия для коррупции и халатности. Делитесь этим роликом с родными и близкими. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok